Приятный звук, правда? Мне кажется, он отправляет нас во времена, когда можно было эффектно закончить разговор, хлопнув раскладушкой. Но теперь это продвинутая начинка и возможности топовых смартфонов. Привет, я Оля, вы на канале M-Video и у меня на обзоре сегодня новинки от Samsung, которые наделали уже немало шума. Это Samsung Galaxy Z Fold 5 и Samsung Galaxy Z Flip 5. Правда ли, что раскладушки теперь не ностальгия по прошлому, а наоборот шаг в будущее? Узнаем сегодня. Посмотрим, как выглядят Galaxy Z Flip 5 и Fold 5. Flip, конечно, более компактный. В сложенном виде он напоминает складное зеркало или даже пудреницу. Внешне экран у него рабочий, а оставшаяся часть смартфона нежно-зеленого цвета. Производитель называет этот оттенок мятным. Кстати, в линейке есть еще лавандовый цвет, черный и бежевый. Смартфон очень легкий и в руке держать его просто суперкомфортно, как в сложенном, так и в разложенном виде. Открывается он очень легко, но все-таки лучше задействовать обе руки. Galaxy Z Fold 5 это смартфон-книжка. Тут, конечно, о компактности уже речи не идет. Выглядит он внушительно, но и сочетает в себе функции планшета. У меня он в голубой версии, есть еще черный и бежевый. В закрытом виде смартфон, конечно, получается более широкий, чем нескладные смартфоны, но выглядит он при этом отлично. Экран снаружи полностью рабочий, поэтому можно использовать его как обычный смартфон. Теперь открываем и получаем уже полноценную поверхность, как у планшета. В этом случае Fold уже довольно тонкий. Держать его в руках очень легко, но лично мне все-таки удобнее двумя руками. Поговорим о характеристиках. У Galaxy Z Flip 5 основной экран диагональю 6,7 дюймов. Частота обновления 120 Гц. Очень комфортная. Анимация, движение в смартфоне показываются очень плавно. Но сгиб хоть и немного, но видно всегда. Он напоминает о том, что в руках у нас все-таки раскладушка, хотя работе это абсолютно никак не мешает. Внешний флекс-экран диагональю 3,4 дюйма. Он, кстати, стал заметно больше, чем у прошлого поколения. Управлять плеером, смотреть погоду, отвечать на сообщения и делать селфи, не открывая телефон. У Galaxy Z Fold 5 экран диагональю 7,6 дюймов. У него, кстати, пиковая яркость 1750 нит. То есть вы увидите абсолютно все даже при ярком солнце. Внешний экран с технологией Super AMOLED и задняя панель защищены специальным стеклом. А это серьезная профилактика от ударов и царапин. Есть нюанс. Когда мы открываем Galaxy Z Fold 5 полностью, то клавиатура прогружается с двух сторон смартфона и разделяется довольно серьезным пробелом. Это не критично, но сначала будет пользоваться не совсем привычно, так как тут по умолчанию стоит такая функция. Но вы, конечно же, можете это поправить в настройках и изменить на привычную вам. Также из плюсов. На большом экране можно открывать сразу несколько приложений. Мне кажется, это очень и очень удобно. У Flip 5 флагманский восьмиядерный процессор и 8 гигабайт оперативной памяти. У Fold 5 тот же мощный процессор и уже 12 гигабайт оперативной памяти. У Flip 5 есть две версии на 256 и 512 гигабайт встроенной памяти, а у Fold 5 целых три. 256, 512 и 1024 гигабайт. Поэтому подойдет даже для самых требовательных. Оба смартфона должны тянуть сложную графику и анимацию игры и другие приложения. Давайте посмотрим на производительность процессора. Проверять я буду на уже знакомый Need for Speed No Limits. Игра непростая, с кучей графики. Многие любят проверять на различных стрелялках, но, честно, я не очень люблю все эти шутеры, поэтому давайте просто погоняем. Оба смартфона игру скачали быстро. Внутри приложения также нужно загрузить данные размером более 700 мегабайт. Смартфоны уложились в минуты две. По самой игре анимация очень плавная, графика прогружается полностью, ничего не лагает и никаких пауз нет. И что мне особенно нравится, вот я постоянно сейчас куда-то врезаюсь и вижу все детали, то есть все царапины, все трещины, которые я получила за время гонки, я могу рассмотреть в мельчайших деталях. И это очень круто. В прошлый раз я играла в Need for Speed на более бюджетных Galaxy. И это, я вам скажу, небо и земля. Сразу чувствуется, что в руках у меня флагманы. Особенно круто играть на Galaxy Z Fold 5. За счет такого экрана получается стопроцентное погружение. И можно рассмотреть все детали. Flip начал нагреваться где-то на пятой минуте игры. Fold ближе к десятой. По заряду почти за 20 минут игры Fold и Flip потеряли около 10%. Но здесь надо отметить, что на играх с более простой графикой заряд садится, конечно, медленнее. За 10 минут не ушло ни одного процента. Также заряд хорошо держится при просмотре видео. За те же 20 минут серфинга на YouTube у Fold 5 ушло всего пару процентов. Чуть больше потерял Flip. Аккумулятор у Flip 5 емкостью 3700 мАч. Автономно работает до 20 часов просмотра видео. Поддерживает проводную зарядку на 25 Вт и беспроводную на 15 Вт. У Fold показатели выше. Аккумулятор емкостью 4400 мАч. Он предоставляет до 73 часов прослушивания музыки и до 21 часа просмотра видео. Поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт, беспроводную и обратную беспроводную. Что же здесь с камерами? У Galaxy Z Flip 5 две камеры по 12 мегапикселей каждая. А также селфи камера на 10 мегапикселей. И вот что удобно. Я могу использовать ее и на внешнем экране тоже. Доступ для ваших селфи осуществляется именно к основной камере. Так что снимки получатся еще качественнее. Кстати, результат я могу тоже посмотреть сразу на внешнем экране, приблизить и увидеть все детали. У Flip 5 есть еще портретный режим. Он немного размывает фон. Также есть цифровая и оптическая стабилизация и десятикратный зум. Камера здесь очень и очень достойная. Видео снимает в 4К. Качество фото лично мне очень понравилось. Кадры яркие и детализированные. У Galaxy Z Fold 5 уже три камеры. 50 мегапикселей широкоугольные, 12 ультраширокоугольные и 10 мегапикселей телеобъектив. Fold 5 закрывает любые задачи по съемке. А вот теперь внимание. Видео он снимает в 8К. Поэтому изображение на его экране еще более четкое и детальное. Здесь есть также цифровая и оптическая стабилизация и десятикратный зум. Фронтальная камера на 10 мегапикселей и еще камера подэкранная на 4 мегапикселя. Общаться по видеосвязи или делать селфи мне кажется очень удобно. Что в итоге? Galaxy Z Flip 5 подойдет тем, кто хочет компактный и удобный гаджет. При этом с мощным процессором, которого точно хватит на год-два. И с достойными камерами. Ну и конечно он для тех, кто следит за трендами и хочет себе модный смартфон. Именно Flip 5 сейчас на пике популярности из-за своей формы. Galaxy Z Fold 5 на мой взгляд более серьезное устройство для тех, кто ищет компактный планшет. Потому что именно в этой роли он действительно идеален. Экран, размер, процессор, все в нем отлично. С ним в дуэте можно использовать еще и электронное перо S Pen. Пригодится для тех, кто рисует или выполняет графические задачи. Fold 5 на это точно хватит. Высокое качество фото и видео. Делать контент на этом смартфоне одно удовольствие. Для себя я бы все-таки выбрала Flip 5. Уж очень он мне понравился во время тестов. Он удобный, красивый, стильный и быстрый. Ну а какую бы из новинок вы не выбрали, все это можно купить в МВидео. Ссылки будут в описании. Всем пока и до встречи на новых обзорах. Субтитры сделал DimaTorzok